не совсем привычное начало видео заехал на почту там была такая посылочка с сервами и пришла более интересная оказывается посылка извещение еще не принесли приехала первая часть посылки с амейна что в ней внутри посмотрим как обычно чуть позже итак ребят всем привет сегодня на обзоре как вы можете видеть мосты ванквиш соответственно мосты эти под второй аксиал ну либо соответственно под абсолютно другую любую модель которую вы строите их можно при большом желании поставить и на геланду и в общем то я так полагаю на абсолютно любую другую шайс что у нас соответственно входит в комплект в комплект на самом деле входит не так много по переднему и заднему мосту и здесь ну наверное самый такой большой и первый минус мостов ванквиш соответственно если особенно у вас нет второго аксиала это их цена суть заключается в том что мост продается этот не в сборе как мы часто привыкли с той же самой продукции например rc4 vd но здесь продается соответственно чисто в виде шкурки в комплекте у нас соответственно переднего например моста идет сама шкурка корпус моста и вот такая крышечка в общем то больше ничего нет помимо того что еще идут вот такие фиксаторы для подшипников которые устанавливаются сначала подшипники соответственно главная пара ведомая устанавливается туда же и это удовольствие стоит 129 долларов то есть больше в комплект к сожалению ничего не входит то здесь нет ни подшипников ничего-то прочего кулаки приобретаются отдельно полуоси привода приобретаются отдельно главная пара сама приобретается соответственно тоже отдельно в комплект это не входит и та же самая ровно ситуация идет по заднему мосту то есть он как вы можете видеть даже не распечатан передний мост я начал собирать но уперся в то что не хватает подшипников которые как раз идут с главной парой все остальные подшипники они имеют традиционные достаточно размеры их у многих по крайней мере в достатке подшипники те которые идут главной паре их к сожалению практически нигде нет только на аксиале втором задний мост соответственно состоит из корпуса крышечки точно таких же соответственно локеров там не знаю как это правильно назвать для подшипников и идут еще вот такие декоративные колпачки которые удерживают подшипник больше в комплекте ничего нет и если у вас есть второй аксиал разумеется можно приобрести только шкурки кулаки кстати от 2 аксиала поворотные подходят кванквиш то есть можно приобрести первоначально только сам корпус потом приобрести или можно даже и не приобретать поворотные кулаки и соответственно все перекинуть просто с пластика в алюминий все вот эти детали как привода передние и задние локеры вот эти в которые устанавливаются непосредственно уже сами привода также главная пара все это потребует отдельных финансовых вложений и это наверное есть ну основной такой серьезный недостаток этих мостов недостаток ну достаточно существенный потому что цена достаточно всего этого немаленькая выходит на круг в общем-то комплект мостов ванквиш полный особенно если брать привода ванквиш если брать главную пару ванквиш если брать локеры ванквиш то это все будет стоить сравнимо со вторым аксиалом если даже и не дороже чем сама модель но тем не менее плюсы этих мостов заключаются ну во-первых они алюминиевые несмотря на то что кстати они алюминиевые они довольно легкие при этом это не печенка это фрезерованный корпус то есть каждый корпус он реально фрезеруется на станке это придает понятное дело очень хорошие эксплуатационные качества корпус очень прочный такие же мосты стоят на брите на протяжении где-то полугода модель эксплуатируются довольно таки жестко единственное что произошло с мостами это потерся корпус соответственно моста в самой нижней части потому что камушки какие-то и прочее разумеется анодировка она снимается из таких положительных моментов которые мне нравятся здесь обратите внимание к поворотный кулак крепится не в корпус моста соответственно как на там йоте на мостах rc4 vdk 44 например на мой взгляд разумеется это положительно потому что не потребуется в случае чего как я говорю менять весь мод сборе следующий плюс моста выполнен он реально из фрезерованного алюминия он довольно легкий при этом он весьма прочный то есть брит весит порядка 6 килограмм и как бы я на нем не ездил как бы я его не эксплуатировал ничто нигде не погнулась ничего нигде не треснуло ничего нигде не отломалась мост из таких как бы небольших моментов которые лично для меня наверно все таки идут как минус он спроектирован чисто под второй аксиал что нам это дает то есть если у вас 2 аксиал можно поставить этот мост просто сняв мосты от 2 аксиал и соответственно установив мосты ванквиш все встает болтон не требуется никакого скажем так головника просто сняли старые мосты поставили новые мосты и поехали но у аксиал если вы знаете рама существенно уже рельсы расставлены чем у той же самой гиланды и амортизаторы крепятся соответственно вот в эти места то есть это все здорово и классно если у вас соответственно второе аксиал либо модель с не широко расставленными рельсами рамы если же у вас гиланда проблема заключается в том что рамы существенно шире и амортизаторы стоит встают домиком причем домиком как бы кверх ногами это приводит к тому что артикуляция моста нарушается потому что при работе подвески шток у амортизатора начинает идти на изгиб клинит соответственно сам амортизатор и ходы подвески становятся минимальные мне по крайней мере на брите пришлось устанавливать амортизаторы вот в эти места чтобы они были чуть более расставлены чем в стоке и имели как бы наклон штока амортизатора внутрь моста чтобы это был так называемый домик тогда подвеска работает более мягко все это здорово и беспроблемно проходит с левой стороны соответственно без каких бы то ни было проблем а с правой стороны проблема заключается в том что вот это место которое предназначено для крепления соответственно тяги панары которые установлены аксиале втором вот этот крепеж мешает соответственно установки амортизатора на правой стороне моста поэтому мне потребовалось отпилить вот эту деталь то есть не очень конечно такие веселые чувства и эмоции сидеть и пилить мост за 129 долларов при этом когда я это делал первый раз я не совсем понимал если сейчас вот здесь от пилю не получится ли у меня просто сквозное отверстие соответственно в корпус моста но слава богу мне повезло и никаких проблем с этим не было то есть я аккуратненько это все выпилил и установил амортизаторы снаружи вот этих креплений и все отлично работает но тем не менее как бы момент как я уже сказал такой своеобразный когда ты сидишь и пилишь новый мост за 129 долларов то есть ну не очень такое приятное ощущение внутри из следующих положительных моментов они касаются что мостов ванквиш что они касаются мостов соответственно 2 аксиала есть уже определенное количество тюнинга то есть не обязательно приобретать сюда комплекты шестерней там ванквиш например локеры не обязательно приобретать ванквиш задние привода не обязательно брать ванквиш кстати я не увидел смысла если честно брать ванквиш задние привода потому что они существенно дороже чем стоковый аксиаловский поэтому в задний мост я решил немножко сэкономить хотя экономия это достаточно смешная и в взял я все-таки привод уже абсолютно родной аксиаловский то что установлено во второй аксиал соответственно в стоке из плюсов как я говорю есть достаточно большое количество уже все равно тюнинга на соответственно мосты 2 аксиала есть различные фирмы которые выпускают локеры головные пары привода и все остальное то есть все это уже есть все это в наличии но здесь по своему опыту могу сказать следующее то есть я полгода откатал на полностью стоковых там главных парах приводах и всем остальном от 2 аксиала и абсолютно никаких проблем нет разбирал мосты ванквиш проводил то износа абсолютно нет главные пары в идеальном состоянии привода в идеальном состоянии и все работает отлично то есть как минимум если вы планируете собирать мосты ванквиш на свою модель я бы рекомендовал вам все-таки не экономить если у вас нет 2 аксиала взять все хотя бы стоковая от компания аксиала работает действительно здорово и классно по той причине что на некоторые компоненты других фирм ну в основном это китай понятное дело там по моему рейсинг есть и что-то в этом духе есть не очень хорошие отзывы как на шестерни так есть и на привода которые cvd не очень такие положительные отзывы поэтому не стал бы я уже экономить когда тратишься на такие мосты на внутрянку на наполнение самих мостов из следующих моментов которые на мой взгляд довольно положительные шестерни здесь помимо того что просто косозубые при этом они еще и гипоидные гипоидная шестерня означает то что шестерня ведущая стоит несколько выше чем соответственно ведомая то есть оси у них проходит не пересекаясь ось проходит существенно выше и соответственно в этом заключается некая который плюс как может видеть нет пересечения осей приводов с осью ведущей шестерни плюс заключается в том что ваша шестерня установлена не вот в этом положении она установлена несколько выше это дает возможность приподнять допустим немножко раздатку при этом сохранить в нормальных таких разумных пределах углы непосредственно карданов первоначально на брите как кто-то из вас знает кто-то может не знает были установлены мосты ванквиш первого поколения там соответственно нет гипоидной шестерни она хоть и косозубая аксиаловская стояла но шестерня была существенно ниже чем во вторых ванквишах и постоянно у меня подкусывала при максимальных ходах соответственно моста подкусывала у меня уже карданы то есть с несколькими карданами я попрощался из-за этого потому что раздатку я поднимал там в основе лежит гиланда здесь же когда я установил мосты ванквиш второго поколения главная пара поднялась немножко и проблема с карданами полностью у меня на этом ушла следующий такой положительный момент мостов ванквиш второго поколения относительно мостов ванквиш первого поколения при том что выворот здесь ну как минимум остался на том же уровне либо стал лучше у нас спроектированы существенно более толково более качественно более не знаю правильно непосредственно сами поворотные кулаки плюс заключается в том что как можно видеть сошка но она здесь такая относительно интегрированная усиленная она все же смещена уже несколько к центру моста соответственно корпусу дифференциала и этого вроде как бы незначительное изменение но это изменение приводит к тому что можно устанавливать диски реально с минимальным вылетом и покрышку у вас не цепляет ни сошку не цепляет не наконечник соответственно там рулевой либо межколесной тяги поэтому это такой существенный на самом деле плюс получается на этих мостах все-таки несколько заужать колею то есть использовать не только с аксиаловскими там какими-то колесами плюс большими там какими-то хексами здесь можно ставить стоковые аксиаловские хексы и и по-моему сюда можно устанавливать абсолютно любые какие-то диски и никаких проблем если честно по крайней мере я не обнаружил среди своих колес которые у меня имеются ни одно колесо не цепляло там не за сошку не как я уже сказал тягу вот таким образом выглядит практически полностью собранный мост как я уже говорил к сожалению нет подшипников поэтому собрать мост полностью не представляется возможным из моментов которые меня мягко так скажем поразили расстроили и такое прям негодование локеры vanquish крайне не рекомендовал бы не рекомендовал бы их по какой причине вот смотрите два локера в руках один локер соответственно с главной пары установлен в мост из трех локеров в анквишных в два локера не устанавливаются нормально не устанавливаются полноценно привода причем привода не устанавливаются нормально как аксиаловский причем не было никаких проблем на самих аксиаловских локерах и аксиаловских приводах так не устанавливаются нормально и полноценно в два локера из трех те привода, которые на сайте Vanquish продаются как ну, грубо говоря, рекомендованные то есть, они не производство самого Vanquish, но тем не менее видите, они не вставляются то есть, как бы, на мой взгляд это, мягко так скажем для Vanquish как-то немножко подозрительно при уровне их цен, на мой взгляд это, ну, просто недопустимо то есть, вот я, как говорю, то есть, вот сюда локер еще более или менее устанавливается в этот привод но тем не менее, он должен устанавливаться существенно глубже как-то подтачивать все-таки непосредственно ось привода ну, что согласитесь, за как бы такие весьма, я бы сказал немалые деньги, то есть, как можно видеть, не устанавливается видите, мы имеем проблему с тем, что не встает, не хочет кулак вставать на свое место, то есть, вот отверстие для его установки вот, соответственно, отверстие в кулаке, то есть, и вот не устанавливается, то есть, нужно подтачивать, соответственно привод, что, ну, как бы, за такие деньги как вы понимаете не очень круто, при этом могу сказать то, что с данной проблемой я не столкнулся, не было у меня такого на штатных аксиаловских вот этих локерах там все установилось разумеется, абсолютно без каких бы то ни было проблем тут вот даже можно обратить внимание я уже неоднократно пытался впихнуть невпихуемое, но анодировочка, видите, на приводе уже начала немножечко стачиваться, то есть, вот это место оно все-таки где-то несколько цепляет, то есть, вот можно обратить внимание, что весь привод начал в каких-то вот моментах немножечко поблескивать то есть, все-таки это говорит о том, что как-то есть какой-то все-таки присутствует небольшой просчет в отверстиях вот этих установочных, но тем не менее конечно это решается, но не хотелось бы это все-таки решать в деталях такого уровня, в деталях за такие цены из трех локеров получается два локера имеют проблемы как с вот этими пазами посадочными отверстиями также есть проблемы с резьбами, то есть, сюда, как вы можете видеть, три винта вкрутилось без каких-то проблем здесь на двух локерах соответственно, два винта по одному винту просто обломались, потому что резьбы в локерах и соответственно, резьбы на винтах ну, как-то не совсем совпадали, то есть винт начинал нарезать новую резьбу ну, соответственно, винт тонкий начинал греться и просто банально лопнул в какой-то момент напишу по этому поводу в магазин ванквиш, то есть, как бы, ну, не совсем здоровая ситуация то есть, стоит это денег и вроде как ванквиш ты покупаешь, что все должно быть круто, но вот такая как бы мелкая неприятность произошла с двумя винтами сейчас еще доедут подшипники соберу мост до конца и надеюсь, если честно с шестернями не будет никаких проблем с главной парой, потому что ну, как-то не очень это, скажем так, мягко приятно, когда вы из трех, соответственно, комплектов составляющих мост можете собрать полноценно и нормально только один, то есть, ну, вот это явно не дело то есть, сами понимаете я думаю, не очень приятная такая ситуация из, как бы, положительных моментов этих мостов могу отметить феноменальный выворот переднего моста правильная установка соответственно, расположение цехаба то есть, колеса у нас правильно ложатся в поворот они реально круто и правильно поворачивают то есть, здесь никаких нареканий нет плюс поднятая ведущая шестерня как я уже говорил и довольно компактные размеры то есть, на этом мосту у модели получается ну, довольно-таки неплохой клиренс разумеется, это не портальные мосты там от той же самой CMX, либо от Traxxas но, поэксплуатировав достаточно большое количество различных мостов лично, на мой взгляд наверное, на данный момент это, если не лучше и то, по крайней мере, одни из лучших мостов все очень просто все очень, как бы без каких-то там изысков нет, конечно, никаких блокировок но, опять-таки вот я покатался на Traxxas Terra X4 не совсем понял вообще для чего эти блокировки нужны как-то они там по факту вроде есть но какого-то такого, как я говорил прихода от их наличия я, если честно, не заценил вот примерно таким был этот обзор если вам понравилось это видео традиционно ставьте пальцы вверх задавайте свои вопросы в комментарии на сегодня это все всем удачи и пока